Инженерный корпус трубопрокатного цеха номер один Северского трубного завода. Именно здесь, по легенде, разворачивается все действо командноштабных учений. В ходе вооруженного конфликта противник нанес удар по производственной площадке Северского трубного завода с применением обычных средств поражения. В результате этого удара разрушено частично здание АБК-2 первого трубного цеха, повреждены линии электропроводки. При этом персонал, укрытый в убежище, не пострадал, поскольку был укрыт. Подготовку командноштабным учениям Северский трубный завод начал вести два месяца назад. Раздавались распоряжения, в теории отрабатывались все нюансы. Сегодня же пришло время воочию увидеть и работу медперсонала, и заводских спасателей, и оценить готовность сооружения гражданской обороны к приему укрываемых. Пребывание людей может быть до двух-трех суток, поэтому, естественно, что при укрытии людей в убежище может возникнуть необходимость, да, где-то принять душ с тем, чтобы привести себя в порядок. Поэтому это очень важно. Значит, это у вас, каким образом, у вас женская душевая или это мужская, или у вас график посещения? Ну, график посещения. Подобные командноштабные учения проводятся на Северском трубном заводе один раз в год. Но правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в цехах и подразделениях завода отрабатываются гораздо чаще. Северский трубный завод разработал два основных документа. Это план ЧАЭС, план предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, и второй – план гражданской обороны, экран защиты персонала. И сегодня основная цель наших учений – это именно проверка мероприятий руководства органов управления, начальников службы гражданской обороны по выполнению мероприятий этих планов. И в том числе одних из них – подготовка и содержание защитных сооружений. На медиков возлагается ответственная миссия спасения жизни человека. В каждом убежище, в каждом укрытии у нас расположен медицинский пункт. Там работают два медицинских работника. Плюс к этому еще мобильная медицинская бригада, которая состоит из двух фельдшеров и санитарного транспорта. Это наши основные силы по оказанию медицинской помощи. Напомним, пребывание в убежище предполагается до двух суток. Но для того, чтобы сохранить здесь приемлемые условия для жизни, установлены рециркуляторы воздуха – актуальная вещь в современном мире. Но главное – это запас продуктов питания. Здесь будет выдача питания на дни сутки на одного человека. Убежище находится под обрушившимся зданием. И во время ЧАЭС прибывшие на помощь спасатели обесточат строение. Но и это не страшно. Здесь есть альтернативный источник электроэнергии. Сейчас проверяется его работоспособность. Все отлично. Оборудование в полной боевой готовности. Основные выходы завалены строительными конструкциями. В результате обрушения здания вывод идет через туннель по запасному пути эвакуации. Запасной выход уже идет вне здания. Мы сейчас выйдем и увидим, что здание осталось сзади, а мы вышли уже за посадом здания. Даже в случае, если обрушение здания, то есть мы людей эвакуируем через запасной выход. И, в общем-то, безопасно для персонала. Пока сотрудники штаба ГОЧС эвакуируют людей, спасатели Северского трубного приступают к разбору завалов обрушившегося здания. На первые сутки мы автономно даже обеспечим работу всех служб. То есть и дизельные генераторы запустим, и освещение организуем, и инструмент будет работать автономно, который даже у нас есть в распоряжении. А это и дымосос, и резательные инструменты, гидравлические инструменты, и подушки. Ну, много чего есть в арсенале. Сейчас идет построение. Каждое звено докладывает о своей роли в деле спасения людей и предотвращения дальнейших разрушений. Подведение же итогов и разбор замечаний будет произведен несколько позже. Все они будут подробно рассмотрены и устранены. Ксения Балденкова, Константин Миронов, Новости 11 канала.